А теперь поговорим о памятниках на площади Уральских коммунаров. Их было действительно огромное количество. Историческая память практически не сохранила многие из них. Самый первый памятник появился практически в день захоронения, то есть 20 июля 2019 года. Он был такой простенький, со звездой и серпом, и с какой-то проведённой электричеством. Была какая-то небольшая иллюминация. Но судя по фотографиям 2020 года, мы этот памятник не увидим. То есть он, скорее всего, простоял буквально несколько месяцев и в скорейшем времени был заменён на другой. По газете «Уральский рабочий» мы видим, что в декабре 2019 года объявляется конкурс на лучший памятник на площади Уральских коммунаров. О ходе этого конкурса мы ничего не знаем, но 1 мая 1920 года на площади Уральских коммунаров открывается памятник Уральских коммунаров. Считается авторство известного скульптора Степана Эрзи. По крайней мере, можно говорить, что не самого Степана Эрзи, потому что в его команде работало огромное количество скульпторов. Это была целая такая цельная команда. И авторство здесь можно приписывать сразу же нескольким людям, которые работали в этой команде. Памятник был удивительный. Это был такой железный шар, ну не железный, сделанный из каких-то материалов, который был покрыт жестью, скорее всего, судя по фотографии. На нём лежала женщина из гипса, причём обнажённая. Фотографии достаточно растиражированы в различных изданиях, но при этом никто не упоминает, что этот памятник простоял, скорее всего, несколько месяцев. Почему? Доподлинно неизвестно. Мы можем лишь делать несколько догадок. Есть такая очень красивая или некрасивая краеведческая байка по поводу того, что женщина, которая располагалась на шаре, была сделана из недолговечных материалов, из гипса. И под воздействием дождей 2020 года, лета, её фигура была размыта, и памятник пришлось демонтировать, так как он потерял смысл. Вторая версия более реальная. Некоторые люди, которые находились в то время власти в городе Екатеринбурга, они просто не поняли пафос этого памятника в действительности. Рядом с братскими могилами лежала обнажёрная женщина, тем самым непонятно, что обозначая. Поэтому, скорее всего, власти постарались от этого памятника избавиться. В действительности в ноябре 1920 года появляется новый памятник непосредственно на могилах, который простоял около 10 лет, практически до 1927 года. Да, чуть меньше, получается, около 7. Это был памятник рабочий, если так можно назвать, разрывает пасть гидре контрреволюции или буржуазии. И вот на этом памятнике мы можем увидеть впервые написанные фамилии тех людей, которые там похоронены. Но большинство из них нам известны. То есть это и Вайнер, это и Дерябина, это Осколково, и Кузьмин, и некий Награничевский, о котором я говорил, но который не попадёт, эта фамилия, на памятник 1959 года. В следующих заметках, которые мы видим в Уральском рабочем, видно, что площадь очень быстро приходит в запустение. И многие жалуются в газетных заметках о братских могилах, что они запущены. Памятник сломан, о котором я говорил. То есть была отломана одна рука, накинут какой-то обруч на голову, и его в 1927 году демонтировали. Был объявлен новый конкурс. У нас есть фотографии проектные Георгия Валенкова, архитектора, который в этом участвовал, как могла выглядеть мемориал на площади уральских коммунаров. И видно, что, скорее всего, он по большому счёту не состоялся. И в 20-е годы, получается, в конце 20-х, в середине 30-х годов, там становится небольшой обелиск в центре мемориала и несколько скульптурных групп из недолговечных материалов, потому что уже в конце 30-х годов мы этого не наблюдаем. Что это за фигуры? Это раненый красноармеец, которого тащит другой красноармеец. Такие классические скульптурные фигуры, которые применялись как раз в 20-30-е годы на мемориалах, посвящённые погибшим в годы гражданской войны. Была сделана торжественная арка, и это отобразилось на нескольких иллюстрациях середины 30-х годов. В 40-е годы мы видим, что происходит развитие площади. Площадь окончательно архитектурно оформляется. Вокруг появляются комплексы лечебного городка, медицинского городка. Это Институт охраны материнства и младенчества, хирургический корпус, Институт фтизиотерапии и ряд других зданий. Они окомбляют как раз эту площадь. Архитектурно площадь тоже оформляется, при этом сносятся все старые объекты, связанные с непосредственно мемориализацией людей, захороненных на площади уральских коммунаров. Остаётся лишь один небольшой постамент, памятник Леониду Исааковичу Вайнеру, который выделяется среди всех. Делаются зелёные насаждения, оформляется парк уральских коммунаров как раз в конце 30-х годов. Но никакого такого памятника в годы войны и в конце 30-х годов нет. Где-то в конце 40-х годов появляется такой большой тяжёлый камень, на котором насечены несколько имён. Всё это говорит о очень важной ситуации на самом деле в истории города. Дело в том, что вообще 15 июля 2019 года этот праздник связанный и самое главное мероприятие, которое проходило на площади уральских коммунаров, они были связаны с именами не только погибших, но и живых участников гражданской войны на Урале, которые являлись знаковыми для истории города и Свердловска. Но всё дело в том, что все эти люди в 30-е годы были репрессированы. И сам праздник 15 июля 2019 года перестал котироваться примерно с 34-го, с 35-го года. Он до сих пор празднуется, но очень тихо, без демонстраций. И в уральском рабочем всё меньше и меньше посвящено этому празднику каких-то отсылок. И в 30-е и 40-е годы как будто об этом празднике совершенно забывают. Скорее всего, это было связано с тем, что, как ни говори о годах гражданской войны и революции, приходится вспоминать те фигуры, которые стали врагами народами. Условно Мрачковский, Сосновский и ряд других Голощокин. Их можно бесконечно перечислять. Белобородов и так далее. Восстановление исторической справедливости возникло в 50-е годы, в годы оттепеля, когда снова можно было заговорить о революции, о гражданской войне. И многие герои того времени были репетированы. И именно с этим связано новое благоустройство, возникшее в 59-м году, в 40-летие освобождения от армии Ковчака. Именно тогда был поставлен монумент, который сохранился до сегодняшнего времени. Вот именно в 1959 году в концептуализации создания памятника участвовал Александр Иванович Милведев. На тот момент единственный сохранившийся старый большевик, который помнил эти события не понаслышке. Именно он стал автором, скорее всего, списка, возникшего на площади Уральских коммунаров. А уже сам архитектурный облик определяли, конечно же, архитекторы и скульпторы. Но эту память мы можем сейчас посмотреть, если мы пройдемся на площади Уральских коммунаров. Правда, если тогда он был доминантом города Свердловска, площади Уральских коммунаров, скверы разбитого вокруг, позже там был объявлен пост номер один. По-моему, в 1979 году это произошло. То есть, был здесь зимой и летом пионеры совершали свой долг. То есть, они стояли, кто-то с оружием, кто-то с цветами, рядом с этим постом. Что еще случилось дальше в 1959 году? Как я уже сказал, это было таким ярким памятником. На самом деле, в задумке архитекторов и скульпторов 50-60-х годов было продолжить восстановление этого памятника, расширение его. По проекту Беляева и Венкербеца должен был еще бы сделать одна такая огромная бетонная стела за ними. Такая 5-метровой высоты и в ширину около, по-моему, 10-15 метров со сценами и с историей гражданской войны. Но сделали только ее деревянный дубликат. Была поставлена она, по-моему, к 1967 году, но долго не простояла, а бетонную версию так и не завершили. Еще одна версия интересная, которая возникла в 1970-е годы, решили сделать на этом месте, как таким важным, знаковым, прежде всего, памятник, который объединял два больших культа, культа погибших в гражданскую войну, а также в Великую Отечественную войну. Задумывался, что именно сюда будет перенесен прах погибших в госпиталях во времена Великой Отечественной войны воинов со всех кладбища города Свердловска. И здесь будет воздвигнут новый монумент. Не только монумент, здесь должен возникнуть историко-революционный мемориал, куда бы входил музей. Тут была бы какая-то библиотека, кафе, и непосредственно небольшое кладбище здесь бы сохранилось. И были не то, чтобы это были просто какие-то наметки, нет, был объявлен конкурс, и в нём участвовали известные архитекторы, как, например, Пётр Дёминцев. Но по какой-то причине памятник не получился. Всё-таки решили делать отдельно широкореченский мемориал, куда и свезли как раз прах тех людей, которые воинов, погибших во времена Великой Отечественной войны. И в итоге в сознании многих граждан, что вызвало после, например, 1991 года, такую очень интересную ситуацию, ведь рядом с этим памятником был зажжён ещё в 1959 году вечный огонь, и у многих людей в памяти осталось, что этот памятник не только посвящён героям гражданской войны, но ещё и Великой Отечественной, что на самом деле не так. Это всё, скорее всего, как раз идёт отображение планов Свердловского горсовета поставить здесь объединённый памятник. Но он не состоялся, хорошо или это плохо, не нам судить, но в конце концов в сознании граждан эта схема осталась, о том, что это памятник сразу же двум событиям в истории нашего города. Продолжение следует... Продолжение следует...